Вечер добрый, надеюсь. Как известно, весной обостряются разные психические заболевания, а у нас обостряется процесс подготовки к выборам в местные органы власти. Парламентские партии начали тасовать кандидатов в избирательные списки, и если для одних предстоящий выбор эта игра в рулетку, то другие сервируют ее как покер. Борьба за власть в городах и весях обострила и внутри партийные проблемы. И прежде всего в стане партии националистического толка. Этим парторганизациям очень тесно на правом крыле эстонской политики. А у нас их как минимум три. И если согласиться с политологом Теннисом Сарцем, который относит к умеренным националистам партию реформ, то и все четыре. Реформисты идут на эти выборы под лозунгом «Лишим центристов власти в Таллине». Это очень важный момент, поскольку наглядно демонстрирует партийную философию реформистов. Важна власть сама по себе, а не предположим благополучие жителей столицы. Может быть было говорить о проблемах, которые необходимо решить в столице? Ну, например, как мы, реформисты, хотим, чтобы на таллинских улицах не было ни одного ухаба. Можно придумать лозунг «Каждому таллинскому ребенку место в детском саду». В столице много чего надо улучшить, чтобы жители города, которые, судя по опросам, в принципе, довольны жизнью в столице, почувствовали себя в этом городе еще лучше. Но вот даже один из наиболее разумных среди видных политиков-реформистов Кая Каллас говорит, что партия настроена на высокий результат во имя того, чтобы партия центра не получила большинство мест в Таллинском горсобрании. «Считаю, что это вполне реально», — заявила Каллас. Я думаю, что на местных выборах такая риторика не прокатит. По-человечески-то она вполне понятна. Партийные лидеры заняты высокими материями, и заботы, как говорили раньше население, их не волнуют. Не потому, что они плохие люди, а по той простой причине, что они их не знают, поскольку живут как бы в другом мире. Если реформисты строят планы завоевания власти в столице, то их соперники в правом секторе партии «Самая Республика» озабочены крайне низким уровнем популярности среди избирателей и судорожно цепляются за любую возможность приподнять свой уставший рейтинг. А он на сегодня самый низкий среди всех партий, представленных в Риге Кугу. Одна маленькая, но гордая птичка сказала «Лично я полечу прямо на солнце». И она стала подниматься все в вещи и в вещи. Ну, очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. В этой ситуации уже подсуетились две другие правые партии. Зачем пропадать добру, хоть и использованному, вероятно, решил новоизбранный председатель партии «Реформ» Ханну Певкур и выступил с замечательным предложением. Уважаемые члены ИРЛ, правых и либеральных взглядов, если вам опостылила левая политика ИРЛ, вас ждут в партии «Реформ», и мы вместе будем содействовать развитию жизни в Эстонии. Это революционное воззвание, вероятно, должно будет привлечь известных и самолитчиков. И я думаю, уже кое-кто из них собирает вещи для переезда в новый лагерь. И фамилии всплывут сравнительно скоро. Но оказывается, ни один Певкур оказался таким умным хет-хантером в парламенте нашем. Членов партии «Самая Республика» призвал уже в ряды Экре, заместитель председателя нашей самой правой партии, Як Мадису. Он даже им ссылочку кинул, где можно найти бланк для вступления в партию «Истинных эстонцев». Типа, только вписывай фамилию. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи. А вот притчей во языцах на неделе стал министр юстиции от той же и самой республики Урмас Рейнсал. Один из отцов основателей партии, тартуский визионер Петр Олеск, заметил в газете «Ухтулехт», что законодательные инициативы этого министра – голый популизм, а его желание перенести Академию МВД в Нарву попахивает сумасшедшим домом. «Министр юстиции Рейнсалу, который не в состоянии решить вопрос прямых выборов президента, более того, не может даже организовать его публичное обсуждение, куда такой годится», – риторически вопрошает опытный партийный активист Олеск. И без ложного стеснения заявляет дальше, что профессиональный уровень Рейнсалу ниже адвоката из подворотни. И глава всей эстонской респруденции изо всех сил стремится оправдать характеристику, данную ему старшим партийным товарищем. Хитом этой недели стал у нас рекламный видеоклип, в котором министра Рейнсалу, как бы не взначай, рекламирует таллиннский кинотеатр «Космос Аймакс». Наш министр полувозлежит в кресле, демонстрируя роскошные часы и запонки, почесывая время от времени репу и дергает на камеру животом. То есть, как бы авторитет высшего правительственного чиновника, без всякого на то его сопротивления, а судя по внешнему виду, даже с его удовольствием, использовали для продвижения в массы частного кинотеатра с его фильмами. И тут, как говорил Михаил Жванецкий, в историю трудно войти, но легко вляпаться. На неделе завершилась другая предвыборная история. Яна Том определилась, или партия определилась. А вернее, они совместно решили, что евродепутат Том будет баллотироваться на местных выборах первым номером в районе Пухья-Таллин. Это несколько расстроило нарвских центристов, по организации которых она возглавляет. Но, как говорят астрологи, нарвитяне предполагают, а партия располагает всех кандидатов по своим местам. Место в партийном избирательном списке по Ласнамея, видимо, получит почетный председатель центристов Эдгар Сависер. Но тут, по мнению знающих людей, все будет зависеть от состояния здоровья бывшего руководителя партии. Это пока неофициальное решение Сависера несколько осложнило положение его сына Эрки, который собирался баллотироваться в том же Ласнаме. Соревноваться же в одном районе им не с руки, поэтому Эрки может переместиться в Мустамея. Иди, иди, иди отсюда! Дала, дала! Пока же он трудится в Риге Когу и выступил со сногсшибательной инициативой. Если бывший президент Ильвис предлагал ликвидировать наличные деньги, привет ему от российских мошенников, которые отмыли вполне себе безналично через эстонские банки чуть не 2 миллиарда евро, то Эрки выступил скромнее. Он предложил запретить продажу за наличные только алкоголя. Остальное пока еще можно будет и по банковской карточке. Новоиспеченный борец за права молодежи считает, что при оплате карточкой можно без труда установить купивших алкоголь несовершеннолетних. А дальше все просто. Усовершенствованные терминалы будут блокировать тинейджерам карточный платеж, считает Сависер Юниор. А я думаю, тут нельзя отделываться полумерами. Лучше уж сразу чипировать молодежь, которая не достигла 18 лет. Когда такой покупатель алкоголя будет проходить через рамку, она зазвенит, и нарушителей правил покупки и продажи сразу свезут в кутузку. По достижении 18 лет чип можно будет перепрограммировать на разрешение покупки алкоголя крепостью до 20 градусов, а в 21 год – до 40 градусов и выше. И поскольку мы – страна передовых технологий, то разработать такой чип не составит труда, а назвать этот венец развития демократии в отдельно взятой стране можно будет просто и ясно. Оруэлл. А, а, а! Олух! Царя небесного! Знаменитого английского автора антиутопии можно вспомнить и в применении к феерической дискуссии все в том же нашем Риге Когу. Началось все как бы с пустяка. В финансовой и комической комиссиях Риге Когу состоялось обсуждение визита наших депутатов с предпринимателями в Москву. Там в середине апреля состоится 22-я международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий «ТрансРаша». Обе парламентские комиссии не случайно задумывались о контактах с российскими коллегами. Проблема заключается в том, что новому правительству надо как-то стимулировать экономику. И не на словах или при помощи шоу для богатых иностранцев в стенах правительственного здания, как это делали его предшественники. Реальный потенциал роста это налаживание экономических отношений с Россией. Меня не слышат, это минус. Мол, и не гонят, это плюс. И тут во весь рост встает вопрос санкций. Когда их ввели против России, как минимум страны ЕС считали, что санкции должны решить проблему возврата Крыма Украине и Донбасса ей же. И на первых порах казалось, что такие меры помогут Евросоюзу достичь поставленных целей. Но сейчас получается, как по той старинной пословице, когда чем дальше в лес, тем толще партизаны. В некоторых государствах членов ЕС стали говорить, что санкции за два прошедших года не помогли решить ни одной проблемы. Россия ввела ответные санкции и в итоге страдать стали предприниматели с той и с другой стороны. Что делать дальше? Еврочиновники ни одного уровня сказать не могут. Можно продолжать действовать в том же духе. Дескать, надо добиваться поставленных целей, пока политика Евросоюза едина, не позволим предпринимателям, лоббистам торговать с Россией. И получается, что санкции, как тот чемодан без ручки, носить невозможно, а бросить жалко. Понятно, что такое подвешенное состояние в политике может продолжаться долго. Но оно уже не устраивает ни сельскохозяйственных, ни промышленных производителей. Если поначалу они готовы были нести убытки во имя общего дела, то в ситуации, когда настоящая туманна, а будущего нет, они начинают давить на свои правительства. И у нас результатом этого давления стала идея финансовой и экономической комиссии. Они отвечают за реальный сектор экономики, заехать на московскую выставку и пощупать почву для возможных контактов. Ну что, отец, невесты в вашем городе есть? Кому и кобыла невеста? Но недреманное око в лице председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Миккельсона немедленно погрозило пальчиком двум другим комиссиям. Депутатам рекомендуется избегать официальных встреч, на которых речь может пойти о санкциях ЕС в отношении России. Почему одна комиссия указывает двум другим, как им себя вести, остается загадкой, которую не решит даже Оруя. В общении с Россией ключевым условием является прекращение агрессии против Украины и полное выполнение Минских соглашений, заявил Миккельсон. А наши провинившиеся комиссии вроде не оспаривают евросоюзовский подход. Но, в отличие от Миккельсона, они пытаются решить проблемы реального производства, те вопросы, на которые нет ответа ни у Миккельсона, ни у его кураторов в Евросоюзе. Ну и чтобы Оруэлу два раза не вставать, вспомним, что начальник Эстонского футбольного союза Айвар Похлак займется развитием крымского футбола. Так что Крым в его футбольной ипостаси считай наш. Как и беженцы, которых приняла Эстония. На сегодня это 120 человек. Им, понятное дело, платят пособия, а прикомандированные к ним чиновники, как они сами говорят, помогают подопечным найти работу. И вот газета Эхтулект утверждает, что в прошлом году на прием беженцев Эстония затратила два с половиной миллиона евро. Сумасшедшие деньги, скажете вы. Но это для кого как. А мы попробуем посчитать, скорее даже прикинуть, во что обходится нашему бюджету прием одного беженца, понимая при этом, что это люди, покинувшие свои дома в результате военных действий. То есть далеко не по своей воле. И, кстати, принимать страна собиралась преимущественно женщин и детей. Дитя мороженое, его баби цветы. Смотри, не перепутай, кутузов. Итак, 17% от этих двух с половиной миллионов нам отстегнул Евросоюз. Это будет примерно полмиллиона. Значит, два миллиона из казны государства. Приняли мы 120 человек. Делим два миллиона на 120 и получаем примерно 16 тысяч 700 евро. И если я правильно понимаю, это те деньги, которые потрачены на проверку данных о переселяемых, на программу реабилитации, услуги переводчиков, обучение эстонскому языку и другие вспомогательные услуги. Пособия и прочие прожиточные деньги сюда не входят. То есть за год на, так сказать, администрирование каждого новоприбывшего уходит 16 тысяч 700 евро. Много это или мало зависит от того, с чем сравнивать. Например, наше государство не может пока найти денег на похоронное пособие. Думают о том, что когда-то его надо восстановить в размере 250 евро. Если официально хоронить любимую собаку, то потребуется сумма чуть меньше. То есть надо понимать, что нашему государству чиновников лучше платить всевозможным чиновникам, которые обслуживают беженцев, чем поддержать своих людей. Оно, конечно, истинно тривиальное, но от этого не менее обидное. может, по этой причине, по уровню счастья, Эстония в рапорте ООН оказалась на 66-м месте. Мне трудно представить, как человек может ответить на вопрос, счастлив ли ты. Счастье – это же какой-то момент в твоей жизни. И если ты постоянно счастлив, значит, ты или сумасшедший, или умер. Но вот ООН умеет расспросить людей и сделать соответствующие выводы. В этой ситуации люди очень любят сравнивать уровень своего счастья с соседским. У меня счастье – купил машину, а завтра несчастье – у соседа появилась машина лучше. Ну и в масштабе страны вот Россия оказалась по уровню счастья на 49-м месте. Это же для Эстонии может не счастье. Тем более, что Латвия на 54-м месте, а Литва аж на 52-м, а мы на 66-м. Но чтобы не так уж сильно расстраиваться, можно вспомнить, что в 2012 году аналогичный рапорт ООН определил нас на 72-е место. Так что 66-е место из 150 стран не так уж и хило. А дальше, как говорится, если проблема имеет решение, то волноваться незачем. А если решения нет, то волноваться бессмысленно. В этом весь принцип счастья. Будьте здоровы!